Я представляю информационное агентство «Запад-24». Это мой руководитель связывался с вами. И вот сегодня мы очень рады видеть вас здесь на территории. Что уже успели сделать, узнать, поделиться впечатлениями и фактами? Я только приехала. У меня, конечно же, есть информация о Назаровском районе. Вообще, я вам честно скажу, чем занимается уполномоченный. Уполномоченный рассматривает, в соответствии с уставным законом Красноярского края, рассматривает обращения, жалобы граждан на действия, бездействия государственных структур. Любых государственных, учреждений, должностных лиц, муниципальных структур и так далее. Поэтому в масштабах края работа выглядит таким образом. И порядка одной тысячи обращений, как уполномоченный, у меня вообще небольшой аппарат, со мной работают трое сотрудников, вот одну тысячу обращений мы рассматриваем. Но по Назаровскому району, в общем-то, поводов в последнее время выезжать сюда, в общем-то, и не было, потому что обращений у меня жалоб, честно говоря, нет. Но я в целом все равно знаю ситуацию по району, мониторим мы ее. Мы знаем ситуацию с детскими садами, я знаю, что эта проблема закрыта в некоторых территориях края, ну, в частности, в городе Красноярске, вы знаете, это тема очень бездонарушная. Это конфликтность, допустим, в дошкольных учреждениях, конфликтность в учебных, вообще образовательных организациях, школах. Тоже я с такими проблемами не сталкивалась. Это вопросы безопасности, это вопросы создания и функционирования, допустим, служб медиации, служб примирения, вопросы профилактики различных деструктивных явлений и так далее. То есть вот эта информация, конечно же, мы владеем. Я хотела бы как раз воспользоваться возможностью съемок и возможностью сегодня встречи с вами, для того, чтобы лишний раз, и это всегда не лишний, обратить внимание на вопросы детской безопасности. Потому что всегда эти вопросы зависят только от взрослых, которые находятся рядом с детьми. Поэтому давайте уж напомним, пожалуйста, нашим гражданам, что, ну, вот простые правила. Вот два простых правила я выведу для себя. Меня часто спрашивают, как уберечь детей от опасности. Первое. Ну, вот детей нельзя оставлять без присмотра. Спрашивают про возраст. Это всегда очень индивидуально. Но до семи лет точно детей нельзя оставлять без присмотра вообще. Второе правило – находиться с детьми на связи. Даже если ребенок взрослый, нужно знать, где он находится, кто у него друзья, чем он занимается, когда он придет и так далее. Эти все вещи нужно знать. Потому что, понимаете, много вбросов. В настоящее время много вбросов. Те, кто, ну, недружелюбно, мягко скажем, к нам относятся, они будут всегда пользоваться такой возможностью вовлечь наших детей в деструктивные явления. И что еще будет придумано, ну, наверное, даже и предугадать сложно. Мы сталкивались с вовлечением в митинги. Мы сталкиваемся с вовлечением в буллинг. Мы сталкиваемся с вовлечением в ложных сообщений о минировании. И есть у нас даже, к сожалению, уголовные дела, когда подростки были осуждены. Вот эти все вещи нужно знать. Их нужно знать, прежде всего, взрослым, чтобы вовремя предупредить своего ребенка. Ирина Юлиевна, что бы Вы посоветовали, может быть, органам муниципальной власти добавить или пересмотреть свою работу в части информирования все-таки непосредственно детей? Номер телефона, куда они могут позвонить? Куда они могут обратиться, адреса? Вот в этом плане достаточно ли качественно выстроить? Ну, давайте так. Собственно говоря, для этого нужно использовать весь ресурс. Я всегда общаюсь со средствами массовой информации. Я повторяю эти телефоны. Их нужно знать. Я Вас очень прошу. Их, наверное, пользуясь такой возможностью, да, где-нибудь в текущей строке где-то объявить. Я всегда об этом говорю подросткам, ребятишкам. Занесите эти номера в свой телефон, в свой справочник. 8-800-2122. 8-800-2122. Это наш региональный телефон доверия. Он, его преимущества какие? Он круглосуточный. Он анонимный. Ну, вот, собственно говоря, вот такие у него преимущества. То есть можно позвонить и родителю, можно позвонить и ребенку по любым вопросам. На этот телефон 30 тысяч обращений в год поступают. Звонят все. Ну, вот, да, он еще и бесплатный. Вот. Круглосуточный, анонимный и бесплатный. Поэтому его нужно знать, если есть какая-то проблема, которую стыдно с кем-то обсудить, а которой не хочется кому-то другому говорить. Хоть взрослый, хоть ребенок может звонить. И там помощь, там работают высоко профессиональные психологи. Мы создавали этот телефон еще в 2010 году, когда работала в отрасли социальной защиты населения. Вот он работает все это время, и он на самом деле очень полезен. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте.